Приветствую, с вами Павел Колесов, я говорю сейчас с вами из Санкт-Петербурга, города на Неве. Я хочу вам кое-что показать. Смотрите, вот Нева, и по Неве идет лед. Льдины уплывают, растворяются, точно так же, как года вашей жизни. Уходят, уплывают, растворяются в никуда, в небытие. Устраивает ли это вас? То, что жизнь у вас течет меж пальцев и ничего не остается. Что все то, когда о чем-то мечталось, превращается в туманную дымку, исчезает и растворяется. Может быть вы хотите иначе, может быть вы хотите в своей жизни создавать такие же монументальные сооружения, как замечательный город Питер. Эти дома стоят уже несколько сотен лет, и они видели огромное количество льдин, которые проплыли мимо них. И весь вопрос в том, вы выбираете быть кем? Вы выбираете быть льдиной на реке, которую унесет? Или вы выбираете быть берегом, об котором будут развиваться льдины? Вы выбираете быть тем, кто страдает, тем, кто терпит этот мир? Или вы выбираете быть творцом, тот, кто создает этот мир? Кем вы выбираете быть в этой жизни? Кем вы хотите быть в этой жизни? Потому что это всегда выбор. Выбор быть победителем или выбор быть неудачником? Если ваш выбор быть победителем, пожалуйста, прямо сейчас регистрируйся на тренинг «Сбычья мечт» и он будет посвящен тому, как быть хозяином в своей жизни. Что и как нужно сделать, чтобы мечты сбывались легко, быстро, изящно, играючи. А если вы в очередной раз выберете зафакапить, если вы в очередной раз скажете себе «Ой, ну вот, сложно, денег нет, времени нет, я не уверен, я не согласен, я не понимаю, ну вот». А дайте себе отчет, что вы будете очередной льдиной на реке, которую смоет чертям собачьим и по которой не останется никакой памяти. Те люди, которые создавали эти здания, они оставили о себе память. Их помнят. Почему? Потому что они ставили себе цели, они ставили себе задачи. Они шли вперед. Те, кто себе цели не ставили, их смыло. Смыло рекой жизни. Кем вы хотите быть? Тем, кто создает свою жизнь или тем, кого смывает. Тех, кого смывает большинство. Потому что они трусы, они боятся мечтать, они боятся воображать. Мне понравилась следующая фраза. Большие цели достигаются, невозможные требуют просто чуть большего времени. Весь вопрос в том, выберете ли вы прогнуться под этот мир, сдаться и сказать, ну все, у меня же ничего не получается, я ни во что не верю. Или вы скажете, да, возможно, у меня что-то не получалось. Возможно, какие-то мои мечты не сбылись. Возможно, еще не все я достиг, чего хочу. Но я воин, и я собираюсь идти вперед. Я собираюсь идти вперед к моей мечте, невзирая на любые внешние помехи. И вот если вы выбираете такую позицию, мир начинает вам открываться, мир начинает дарить вам подарки, мир начинает давать вам то, чего вы хотите. Но есть вопрос в том, сдадитесь ли вы или выберете идти дальше. Если вы выбираете быть победителем, если вы выбираете идти дальше, прямо сейчас, пожалуйста, регистрируйтесь на тренинг с быча мечт и до встречи на тренинге. Это тренинг для людей, которые реально хотят жить по-настоящему классно и реально готовы идти вперед. Этот тренинг не для ссыкливых трусишек, которые «Ой, как так? Я неужто могу пожелать чего-то большого?» Если вы боитесь мечтать о чем-то большом, этот тренинг не для вас. Идите в свою скучную жизнь, продолжайте трусить, продолжайте сожалеть о том, что годы уходят зря. Потому что это тоже выбор. Выбор «сожалеть» или выбор «творить жизнь». Я выбираю творить свою жизнь. Всегда ли это легко? Нет. Бывает ли трудно? Да. Испытываю я зло, сожаление, разочарование регулярно. Почему? Потому что у меня есть цели, большие цели, к которым я иду. Только человек, у которого вообще нет цели, ему не о чем сожалеть. Тот человек, у которого маленькие цели, он так просто понимает, что жизнь катится под откос. В никуда. Становится прахом и тленом. Когда вы выбираете жизнь яркую, у вас в ваших нейронах остается колоссальное количество опыта. Того опыта, который будет двигать вас вперед. Того опыта, который будет давать вам энергию на все большие и большие и большие свершения. Вы к этому готовы? Если да, прямо сейчас регистрируйтесь на тренинг «Сбыча мечт» и до встречи на тренинге. С вами из Санкт-Петербурга, замечательного города на Неве, Павел Колесов. До встречи на тренинге. Счастливо!